Бонжур малейку всем, господа и дамы. Едем сейчас обратно на этот объект, на конюшню. Беру с собой Анечку, чтобы она там помогла мне уже затереть полы и так далее. Вчера выкладывал саму душевую и вообще камеру. Оставил, переодевался, взял с собой сменную одежду, оставил камеру в кармане. В общем, вспомнил про нее только когда день закончился. Чуть-чуть надо доложить, там очень много возни с углами, вот с этими со всеми, чтобы все ровненько смотрелось. Есть там такие подрезочки, в общем, что-то как-то медленно вчера все шло. Сейчас доедем, покажу, что там получилось. Возможно, сегодня закончим. Если не получится, то завтра точно, потому что сегодня я доложу ее, точно закончу эту душевую. Затрем полы, это однозначно. Может быть, не затрем именно сам шаур, душевая по-английски. Но это точно сделаем завтра. А может быть сегодня, посмотрим, как получится. Так, жду свою помощницу. Вон она идет. И идет, шагает. Что-то она не в рабочей одежде. Ты меня не пускаешь, да? Я думала, что-то не в рабочей. Это рабочая. В рабочую. А, в рабочую? Ну все, окей. Паренька, погнали. Сейчас надо сначала в магаз заехать, потом поедем. Бензин подорожал. Уже стал 3,36 за галлон в Коско. Заправляю полный бак, уже за 100 баксов перевалило. 108 долларов, 32 галлона. Готово. Вот опять, если бы я камеру не взяла, я бы как бы и ничего бы не заснял. Ладно, давай покажу. Короче, так грязновато у меня, да, немножечко что-то конкретно с этой душевой прям клей с рук валится. Ну ничего, со мной Санчо Пансо все отмоет. Вот, ну в общем, вот такая вот душевая. Видите, здесь вот такой вот угол поворот. Еще ничего не затерто, как говорится, без граута, без купюр. Потом поворот угол вот здесь. Шлюдер вот так стоит. Торцевая планочка. Здесь из них зарез сделан, крышка. И пошли здесь внутри. Вот у нас тут дало то, что угла нету. Вот эту вот кривизну как раз дало. Ну, в общем, отмыть надо, тогда будет красота. Поэтому конечный результат лучше, наверное, показывать. А сейчас на данный момент надо закончить. Вот заканчиваю борт, поверх хожу. В принципе, и все высохнет. Завтра утречком приедем на часик, затрем. Сегодня затрем полы уже, чтобы готовые были. Так, нас просили показать, как делается граут. Я как-то мне это в голову не приходило, потому что вроде бы все просто. В общем, когда его развели таким вот шпателем, мы лично так берем, вываливаем кучку на пол, так скажем, берем вот шпателек такой, и туда его вовнутрь прям вдавливаешь такими плавными движениями. А потом поверх лишнее снимаешь. Желательно так вдавливать граут, чтобы там не оставалось в шве внутри пустоты. Ну, то есть прям продавливаете его туда. Для этого особо сильных усилий не надо. Ну, в общем, а потом после этого надо подождать, ну, буквально, не знаю, минут 5-10, и губкой почти сухой. Мы так делаем. Я слышал, кто-то делает чисто сухой губкой. Но мы почти сухой. Я ее мочу, потом сильно выжимаю, и поверхность вот эту вот смываю от граута, который у нас остается на поверхности. Все. Вся наука. Ну что ж, все. Затерли. В принципе, все хорошо, все чистенько. Завтра только вот теперь подъедем. С утра затрем, отмоем душевую эту. Заляпал я ее, конечно, конкретно. Отмыть, затереть, и все готово, в принципе. Вот такую конструкцию забабахали мы здесь в этой душевой для собак на конюшне. В общем, сейчас покажу на следующий день конечный результат. Да, еще хотел сказать, здесь на этом объекте вот очень много таких экскаваторных работ. Чувак на разных видах техники постоянно возит, сравняет, склоны сравнивает, площадки равняет, роет котлованы под системой. Вон там наверху он сейчас жужжит, работает. Там, по-моему, под дом. Там будет именно ставиться жилой дом. Насколько я понимаю, там вот он работает сейчас. Тот холм весь, видите, снес, как бы разровнял площадку, всю землю свозит, вывозит. К чему я это сейчас показываю? Вот на этом объекте этот чувак на экскаваторах на этой технике это, наверное, единственный, кто просто вот я еще не видел, чтобы он отдыхал. Он пашет, 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 пашет. Я уезжаю, заканчиваю свою работу, и он самый последний еще здесь остается и пашет. И ездит, и возит, и копает. У него там такие все эти примеры, и приблуды, эти лазеры электронные, все, он там уровни все это смотрит, проверяет. Но он вообще не останавливается. Он просто красавчик. Чтоб так работали здесь, я еще не видал. Все, пришли на следующий день затирать душевую. Сейчас отмоем, затрем. Такое вижу первый раз. Реально, ребята, с утреца пока нас нету, взяли и накрыли эти полы. То есть, ну, то есть, не наплевать. Обычно, обычно все по-другому. Но это радует. Все, сейчас приступаем к этой душевой. К затирочке. С водой, конечно, одно неудобство. Вот так вот надо топать. Набирать воду здесь. Из скважины. Нет ничего, приятнее, чем наблюдать, как другие работают. Это успокаивает. Вот, кстати, вчера здесь уже третий день работает человек. Собирает здесь вот такую кухню. Напротив, вот там, то, что мы делаем душевую для собаки. Здесь кухня. Вообще, как мне сказали, эта конюшня строится в таких полукоммерческих целях для того, чтобы проводить свадьбы. У американцев так, ну, есть такая традиция, я не знаю, или обычай, когда свадьба проводится вот в таком сарае, типа в конюшне. Это вот для свадеб специально. И вот здесь кухни изготавливаются. Дорогие, хорошие кухни. Все примерно на такой вот манер, что это собирается здесь. Потом где-то что-то, какие-то моменты будут подшпаклевываться. Да, ну, вот здесь вот там на гвоздики, на невидимочки. Вон там, здесь там сучок такой необработанный. Вот. И только потом уже по месту это все красится. Делает мужик, как бы, ну, аккуратно, не спеша, качественно. У меня только вот единственное вызывает один вопрос. Это почему дерево, а это не фанера, вот эти щиты, это дерево, вон те фанерные, а это деревянные. Установлены прямо на бетон. Никаких пятачков, каблучков, пластмасски, там, ножек, еще чего-то. Ничего просто. На голый бетон дерево поставлено. Не крашенное, ничем не защищенное. И это кухня. Как по мне, так, ну, слегка дико, что ли. И, кстати, вполне еще может быть, друзья, что потом, потом, сюда еще тоже постелят плитку на пол. И, то есть, вот так вот надо будет обходить кухню, подходить ее. То есть, кухня похоронена будет на бетоне, а видимая часть застелится плиткой. Такое делают здесь, как за здрасте, постоянно с этим вижу. Иногда часто бывает даже так, что поставят посудомоечную машину, постелят плитку. И там, вот в Майами так было, люди вызывают, говорят, там, посудомойку надо поменять. А она просто здесь не вылазит. И там плитка не дает ее поднять. И она, как бы, замурована. И все, и не вытащить ее. И приходится как-то что-то ломать, разбирать либо кухню, либо пол. С таким геморроем я сталкивался в Майами. Поэтому могу сказать, что такое здесь делают, такое здесь бывает. Вот. Ну, а в целом, ну, мне нравится. Я повторюсь, делает аккуратно. Запилы все, вот просто по вот этим вот местам сразу можно понять, насколько человек там дружит, да, со своим оборудованием, со своим делом. То есть, никакой шпаклевки, нигде ничего, даже, грубо говоря, лезвие, да, не залезет. То есть, в плане исполнения 5 баллов. В плане вот этого, вот этот вопрос меня постоянно мучает. Почему они так делают? Ну, почему? Ну, нецелесообразно же. Ну, неправильно же вроде бы, да? Ну, вот так, как есть. Отмываешь? Да. Молодец. Я не могу, что ты не помог здесь вот зачистить ножичком. Так, ну вот, все. Хороший вид. Душевой, отойди. Не мешай душевую снимать. Вот, все отмыли. Все нормально. Не мешай. Да. Сейчас затрем. То есть, пока вот оно без затирки выглядит вот таким вот образом. Вот. Зазоры швы крупные, плитка. Вся такая в виде кирпичика, кривая, неровная. Без всяких выравниваний, там, СВП и так далее. Просто на обычные, ну, не крестики, а эти пластиковые штучки. В общем, регуляторы зазоров использовал. Здесь зазоры могут плясать плюс-минус, чуть больше, меньше, неважно. То есть, это такой стиль шале под натуральный камень. Такая грубого вида плитка. Соответственно, в целом, такой грубый вид душевой. Ну, для собаки, я думаю, пойдет. Что тебе, как говорится, еще надо, собака серая. Так, ну, в принципе, вот, затерто. Наверное, на моей практике, одна из худших плиток по поводу затирки. То есть, забивается граут в малейшие вот эти ее щели. Прям вот везде, везде, везде. И после того, как основную массу смываешь граута, надо вот так вот тряпкой прям точечно вытирать, 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 вытирать. Вот примерно до такого состояния, как вот на этом кусочке. Потому что иначе граут коричневый засохнет в этих щелях, как-то так. Ну, будет, не знаю. По-моему, не айс. Поэтому, вот видите, вот здесь вот он прямо. Вот прямо его ногтем можно отсюда пособирать. Вот это надо тряпкой все отсюда вымывать. Ну, вот и все. Сейчас финишная протирка уже чистой тряпкой. Сухой, можно сказать, чистой тряпкой. На место решеточку поставлю. И все готово. Плиточку, в принципе, по возможности отмыли со всех щелей. Впервые данный вид ее привели. Граут, когда высохнет, чуть потемнеет. Немножечко более, скажем так, сольется с ней. Пока он такой яркий, как и здесь, в принципе. Еще сырой. Но, в принципе, вот все. Готово. И у нас получилось 5 полных рабочих дней. Плюс сегодня там 2 часа. Ну, полдня день, ладно, 6 дней. В общем, много времени, в принципе, она заняла. Но, что у нас тут? Полторы за пол. Тысячи две за саму конструкцию. Возьму. Где-то так. Со всеми доставками материалов. Грубо говоря, неделя чуть больше. 3 500. Так, округляя. Не знаю точно. Не считал еще пока. Ну, все. На этом объект можно считать закрытым. Красавцы постелили бумагу. Вообще прям уважаю. Единственное, что, блин, могли бы, конечно, до того, как я здесь начну зашить все стены. Сейчас еще зашел, прикалывается. Ну, типа, ты закончил? Он говорит, ну, тогда мы сейчас будем стены закрывать. А то, говорит, дышать этой гряне вообще плохо. Типа, правда? Ну, такой юмор. Ну, да. Правда. Неделю дышал. Ну, а теперь, как бы, время разбора косяков. Короче говоря, кто видит проблему? А проблема есть. Дело в том, что здесь должен быть душ. Здесь я сделал отверстие в драйволь и все. Но до меня кто-то слабал вот эту пластиковую заглушку, которая всегда так торчит, как бы не дает о себе забыть. И когда я уже лепил плитку замороченной, я эту дырку не обратил на нее внимания и залепил. Благо здесь не закрыто. То есть я отсюда вижу, где она находится. Верхний размер я точно поймаю. Осталось немножечко поймать вот этот размер. Сейчас буду стараться попасть. Не хочу плитку снимать. Посмотрим, что у меня из этого выйдет. Ну, не знаю, видно, нет? Дай фонарик, пожалуйста. Как бы не супер-пупер по центру, но это все перекроется. То есть сейчас чуть-чуть ее увеличу сюда наверх. Овал такой сделаю. В принципе попал. Считаю, что с первого раза. То есть в принципе нормально. Ну, а теперь точно все. Все, размеры снял. Сейчас дома посчитаю. Отправлю инвойс. Дырочка. Все, вроде попали. Поставить все вполне себе. Кран, возможно, реально без проблем. Готово. Объект закончен. Уже хоть завтра можно выходить на следующий. Но одна проблема. Зуб болит третий день на болеутоляющих. Сижу. Сейчас вот хотел закончить объект. Сейчас надо идти к зубному. Зубной страховки нет. Во что это выльется, ну, расскажу в следующей серии, видимо. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok